Утро в Петербурге продолжается. Друзья, мы прекрасно знаем, что появление артиста на сцене или в кино в образе самого себя называется камео. А вот как назвать, когда играешь главную роль под собственной фамилией? Ну, пожалуй, такого термина в театральном мире еще нет, но именно такой подарок получил к своему юбилею прекрасный театральный актер Александр Иванов. 20 января на большой сцене Тюза состоится премьера спектакля «Иванов» по одноименной пьесе Чехова. Ударение, правда, Антон Павлович поставил на другой слог, но это дело не меняет. Александр Иванов служит в театре на Пионерской площади уже больше 20 лет. За это время сыграл более 30 ролей. Александр Анатольевич, у нас в студии. Доброе утро. Большое спасибо, что вы на утрене. Мы вас поздравляем, желаем всех благ и, конечно, творческого успеха и развития. Благодарных зрителей и крепкого здоровья. Пьеса Чехова-Иванов, она такая довольно неоднозначная и, скажем, непраздничная. Почему вы выбрали ее к юбилею? Я выбрал бы что-нибудь повеселее. Мне предложили, я с удовольствием согласился. Чехова в Тюзи удается не всегда играть. Там добавят другие названия. Кстати, о названии. Вот у нас тут возник некоторый спор. Иванов или Иванов. Почему, да, Антон Павлович так решил поиграться с ударением в помене? Антон Павлович, по-моему, был уверен, наверное, какое ударение нужно ставить. Это мы понятия не имеем, как его теперь называть. Время прошло много. Моя фамилия Иванов. Но мне кажется, что Чехов имел в виду, так сказать, образ русского человека. И назвал его простым, как бы именем. Им простой фамилией Иванов. Кажется, по традиции он намекает на это. Но мы будем ставить ударение, куда получится в спектакле. Александр, а вот какой самый главный посыл вашего спектакля? Замечательно, замечательно. Спасибо большое. Я не могу сказать за весь спектакль. Пусть режиссер говорит. Я могу сказать за свою роль. Все, что я понял из этого, общаясь с Чеховым полгода, что он говорит о том, что, ребята, мы все-таки, несмотря на все, хорошие люди. Не нужно ни есть себя, ни убивать ни себя, ни друзей. Вот что-то вроде этого. Хотя у него все рефлексирующие такие персонажи обычно. И в смятении находятся. Абсолютно. Но в начале пьесы всегда пишут комедия. Ребята, это комедия, пожалуйста. Он переписывал несколько раз текст этой пьесы. И все-таки убедил себя, что это комедия. А это все-таки будет такой канонический текст или... Текст канонический. Нотка авангарда какая-то будет? Нет, 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 что вы. Чехов очень сильно авангарден. Ему не нужно ничего добавлять. А, вот так вот. Он очень странный человек. Когда приступаешь к произведению, не понимаешь ничего вообще. И вот сейчас более-менее так что-то там проявляется. Мы видели разные постановки. То есть были какие-то минималистичные, где просто черная сцена и два стула. Я видел такую. Видел постановку, где в бассейне люди купались и плавали, принимали душ. Да, да. А вот какой... Как в Тюзи будет сценография решена? Будет ли там крутящиеся полы и вот эти знаменитые использоваться? Ну, мы никого не напугаем. На самом деле, как я уже сказал, Чехов достаточен. Самый достаточный ему не нужны. Ну, в нашем, по-нашему, не нужны никакие авангардные добавления. Такой хороший текст. Главное, чтобы текст сказать людям. И все, достаточно. То есть никаких юбилейных сюрпризов? Да, потому что все это анонсировано как юбилей Александра Иванова и премьера пьесы Чехова. Это наш директор издевается недавно. Издевается? Она все... Просто вас очень любит. Ну, наверное, да. Я ее тоже очень люблю. А вот какие-то есть актерские традиции к юбилею? Может быть, коллеги готовят, не знаю, капустничек, видео какие-то снимают, пишут стихи. Вы представляете, как к коллегам сложную? У меня юбилей. Мне дают пьесу Иванов с вами Ильей Иванов. Они зависть и все такое. Я сам не завидую в этом положении. Передаю привет всем моим коллегам. Простите, пожалуйста. Что поделаешь? Я счастливчик. Играть для юных зрителей – это вот такая особая ответственность. Вы это успешно делаете уже десятки лет. Как подростки, ребята, которые приходят на спектакли, изменились за это время? Да дети, они всегда дети. Говорят, сейчас дети совершенно другие. Они не такие, вот как были 10 или 15, 20 лет назад. Ну и тоже, все время то же самое. Их сложно удержать, их внимание там больше 15-20 минут. Ну так же дети. Они всегда дети. С детьми, конечно, сложно, потому что, особенно с теми, кто первый раз приходит в театр, они сложно удержать и сложно удержать в себе ответственность каждый раз перед этим чувством маленького человека, который видит какое-то чудо. Вот открывается занавес. Я понимаю, что он видит в первый раз какое-то чудо. И нужно быть немножко к этому тоже готовым. Чтобы для тебя тоже это было как чудо, чтобы ему передать. Что театр сегодня в век гаджетов, соцсетей может предложить молодежи современной? Отличные вопросы с утра. Классно. Александр, держите. Я, конечно, думал об этом. Ну, в кино, например, мы знаем, что мы получим, когда идем в кино, заплатив деньги, там, выстрелы, всякие разные спецэффекты. Это довольно интересно. А театр, это такая коробочка, которая очень интересная, не знает, что там внутри такое находится. Может быть, и в душе кто-то будет плавать там, может и нет. Но точно я могу сказать, что я уверен, что у нас сценаристы лучше, чем в Голливуде. Вот так вот. Чехов лучше, точно. Вот вы сказали, что маленький, как, скажем так, зритель, он не меняется. Дети всегда дети. А вот как ТЮЗ изменился за вот это время, которым вы служите? Ну, я не так давно работаю. В этом году сто лет исполняется ТЮЗа. Я всего лишь немножко за сто лет изменился. Ну, тем не менее, пару десятилетий вот так вот вы посмотрели. Не знаю, что сказать. Я постарел, наверное. Нет, ну что вы. А дети как-нибудь. Наоборот, набрались опыта. Ну, слушайте, мы движемся в ногу со временем. Какие-то экраны там появились, все такое. У нас репертуар изменился, конечно, в сторону современности тоже, в том числе. Но волшебник изумрудного города никто не отменял. Это хит. Александр Иванов, артист Театра юного зрителя имени Брянцева, у нас в студии. Александр, спасибо. Спасибо. Спасибо.